Эфир телеканала ННТ, продолжают новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Фонд помощи семьям погибших военнослужащих создадут в Дагестане. В Доме дружбы Сергей Миликов встретился с родственниками военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в Украине. Северный Кавказ-2022. Меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкции. Форум под таким названием прошел в Пятигорске. Репутация или кошелек. Сотрудники МВД задержали 29-летнего мужчину, который помогал 50 тысяч рублей у жительницы Махачкалы. Стимул для чемпионов. В Минспорте участвовали медалистов первенства России по вольной борьбе. Завтра состоится очередная сессия Народного собрания Дагестана. Глава республики Сергей Миликов выступит перед депутатами с отчетом о результатах деятельности правительства Дагестана за 2021 год. Планируется, что речь пойдет не только о достигнутых показателях в различных отраслях, а также о запланированных проектах на перспективу. Начало сессии в 10 часов утра. В Дагестане создадут фонд помощи семьям погибших военнослужащих. Власти региона внесут на его счет первые 50 миллионов рублей. Об этом сообщил Сергей Миликов на встрече с родственниками военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в Украине. И пусть кто-то после этого попробует сказать, что у нашей молодежи, у наших ребят не чувство патриотизма. Наши военнослужащие показали это не только, защищая нашу страну на тех рубежах, где они оказались. Они показали всему миру, что в критический момент отважные сыны Дагестана будут насмерть стоять за нашу великую родину. Мы всегда будем помнить наших сыновей, павших при исполнении боевых задач. Семьи, родители, дети, родные, близкие, всех, кого мы потеряли, всегда будут окружены, поверьте мне, нашей заботой и вниманием. В соответствии с указом президента Российской Федерации 5 марта номер 98, каждому военнослужащему, погибшему при выполнении специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой Народных Республик и на территории Украины выплачивается материальная помощь в размере 5 миллионов рублей с учетом каждого члена семьи. Чтобы была ясность, к членам семьи погибшего военнослужащего относятся родители, супруга и дети. До исполнения 18 лет, если дети обучаются в образовательных учреждениях высшего или среднего профессионального образования, то и на них до исполнения ими 23 лет. Страховая компания САГАЗ в соответствии с приказом министра обороны выплачивает страховую выплату в размере 2 миллиона 968 тысяч рублей всем членам семьи в равных долях. Также страховая компания САГАЗ на основании приказа министра обороны выплачивает единовременные выплаты в размере 4 миллионов 452 тысяч рублей в равных долях всем членам семьи. На основании федерального закона 306 из них выплачивается денежная компенсация в размере 20 тысяч 779 рублей всем членам семьи с учетом военнослужащего в равных долях, которые назначаются военным комиссариатом. Мероприятие проходило в Доме дружбы. Отец погибшего в ходе спецоперации военнослужащего Гаджи Ибрагима Гаджиева рассказал журналистам, что гордится сыном, который был верен присяге до конца. Когда родился мне сын, я знаю, что он когда присягу принял, он должен защитить свою жизнь. Дай Бог, остатник, который у него остался, маленькие дети, пятеро, чтобы его вместе так снял и мог достойно защищать свою родину. Деньги за компромат. Сотрудниками МВД установлен факт вымогательства, совершенного в отношении жительницы Махачкалы. 29-летний местный житель, угрожая распространением сведений, порочащих честь и достоинство, вымогал деньги в сумме 50 тысяч рублей у потерпевшей. В ходе допроса выяснилось, что у мужчины деньги понадобились для очередной дозы наркотиков. Тут он вспомнил про знакомую, которая взамен на информацию о ней интимного характера может помочь ему. Но не тут-то было. Девушка решила обратиться в правоохранительные органы, и теперь мужчине вместо денег и дозы светит реальный тюремный срок. Деньги устроил, девушки деньги не помогал. Я употреблялся, начал по себе. Он начал вымогать деньги у дурчонки. С целью употребить. Пугал ее. А чем вы пугали ее? Видео у меня было интимного характера. Начало пугать этим видео. Что я это видео распространю? Покажу его мужу. Ее мужу. Если она что не сделает? Если она не даст им меры, то есть тысячи. Делегация Дагестана приняла участие в форуме «Северный Кавказ-2022» меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Он прошел в Пятигорске на площадке музейно-выставочного комплекса «Россия. Моя история». Организаторами мероприятия, собравшего на своей площадке представителей федеральных и региональных органов власти, бизнес-сообщества, банковской сферы и институтов развития, выступили аппарат полномочного представителя президента России в СКФО, Министерство экономического развития России и Северокавказский федеральный университет. В рамках форума были обсуждены вопросы поддержки сельского хозяйства, промышленной, строительной и транспортной отраслей. Рассмотрели совместную работу и сотрудничество в области индустрии гостеприимства СКФО в условиях санкций. Все подробности у Василь Манаповой. Делегацию Дагестана возглавил председатель правительства республики Абдул-Муслим Абдул-Муслимов. В рамках форума состоялось пленарное заседание, где выступающие отметили, что главной целью мероприятия является усиление и расширение открытого диалога органов власти и бизнес-сообщества. Да, сейчас Россия столкнулась с беспрецедентными вызовами ее устойчивого развития. Они возникли из-за введенных недружными странами и их статистическими ограничениями, прекращены процессы финансовой интеграции и производственной кооперации, международной торговли, остановлен импорт научных разработок и технологий. Но невзирая на введение все новых и новых режимов санкций, на территории Северной Кавказа сохраняется устойчивость социально-экономической ситуации. В каждом регионе есть свои специфические векторы экономического развития и, соответственно, наиболее пострадавшие отрасли. Сегодня бизнес должен сыграть ключевую роль в преодолении нынешних проблем. Поэтому поддержка частной инициативы остается одной из приоритетных задач всех субъектов СКФО, в том числе и Дагестана. Самое главное для нашей республики условия внешних санкций, чтобы наша экономика стабильно развивалась. И, соответственно, при стабильном развитии нашей экономики будет обеспечена продовольственная безопасность, будут сохранены все рабочие места и, соответственно, будет создаваться и продукция тоже. С нашей стороны мы тоже докладывали, какова у нас ситуация, какие меры приняты в республике Дагестана по устойчивому развитию нашей экономики в условиях санкций. Но в связи с тем, что у нас в республике мелкоконтурное хозяйство, прежде всего в агропромышленном комплексе, а 21% всего в ауго-регионального продукта, производимого в республике, составляет продукция агропромышленного комплекса, у нас никаких практических проблем по обеспеченности продуктами питания и по обеспеченности продовольственной безопасности не будет. Работа форума продолжилась в формате круглых столов, где в обсуждение проблем приняли участие руководители министерств, ведомств, депутаты и представители бизнеса. В частности, поднимались вопросы развития туризма. Дагестан среди регионов, на которые направлено основное внимание в этом направлении. В этом году на реализацию мер поддержки туристической инфраструктуры республикам СКФО выделено более 3 миллиардов рублей. Вводится новый щадящий ставки НДС для гостиничного комплекса. Продолжается реализация программы «Туристический кэшбэк». Ряд мероприятий, в которых мы участвовали за последнее время, мероприятиях, направленных на продвижение нашего региона, как туристические локации, я думаю, все это комплексно приведет к большому росту туристического потока и, безусловно, та задача, которая перед нами стоит, которую перед нами поставил глава республики, это улучшение и увеличение туристической инфраструктуры республики Дагестан, улучшение ее качества. На форуме были также обсуждены вопросы поддержки сельского хозяйства, промышленной, строительной и транспортной отрасли. Активное участие в нем приняли представители бизнеса общества Дагестана и депутаты Народного собрания. Я считаю, Дагестан находится сегодня более выигрышным в таком логистическом и геологистическом положении, чем другие республики СКФО. И здесь очень важно сегодня поймать вот эту нить и оказаться первыми в этих проектах. То есть в строительстве хабов, в строительстве новых логистических узлов, во взаимодействии со странами дружественными нам Азербайджан, Средняя Азия, то есть сотрудничать с так называемыми третьими странами, использовать опыт Ирана, который долгое время находится в санкциях, использовать минусы и плюсы, что дает. Я вам хочу сказать, что я была в прошлом году в Иране, и независимо от санкций, Иране очень многие виды отраслей процветают, развиваются. В правительстве Дагестана создан оперативный штаб по обеспечению устойчивости развития экономики с учетом внешних факторов. В его работе принимают участие как представители власти, так и бизнес-сообщества. Иначе говоря, республика прорабатывает точечные меры по поддержке экономики и бизнеса. А на этом форме им удалось обменяться опытом с коллегами из других регионов и получить ценные советы. Асиль Манапа, Дауд Гасанов, новости ННТ, Пятигорск. Сейчас прервемся на краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», затем продолжим, не переключайтесь. Известный дагестанский блогер Хизри Запиров задержан в Москве. В декабре прошлого года Запиров и его пиар-директор Лусик Карапетян были объявлены в федеральный розыск за мошенничество. По данным следствия, они возглавляли группу людей, делавших ставки на спорт. Участники сообщества передавали им деньги, надеясь заработать. В Буйнакском районе женщина-педагог заподозрена в хищении выплаты по госпрограмме «Земский учитель». Она проработала в одной из местных сельских школ с 2013 по 2018 год. А в 2019 году она подала заявку на получение выплаты по госпрограмме «Земский учитель», предоставив трудовую книжку с поддельными сведениями. Через некоторое время ей была начислена выплата в 1 миллион рублей, которые она потратила на свои нужды. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Сотрудниками госавтоинспекции Дагестана в Дербенте обнаружена автомашина, находящаяся в розыске по линии «Интерпол». Автомашину «Хёндай Солярис», принадлежащую 53-летнему жителю Дербентского района, подали в розыск полицейские Челябинска. Сотрудники МВД региона сейчас проверяют все обстоятельства произошедшего. Прокуратура направила иски с требованием обязать администрации пяти сельсоветов Ногайского района ликвидировать несанкционированные свалки. Иск в отношении администрации сельсовета Карагаски уже удовлетворен. Суд обязал в течение трех месяцев ликвидировать свалку площадью полтора гектара на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Аналогичные нарушения прокуратура района выявила в отношении еще четырех администраций сельских поселений, по которым также направлены иски. И о спорте. Денежный стимул для чемпионов. В Минспорте чествовали медалистов Первенства России по вольной борьбе. На прошедших в Каспийске соревнованиях дагестанские юниоры выиграли 4 золотые, 3 серебряные и 8 бронзовых наград. Руководитель веномства Сажид Сажидов поздравил спортсменов и их тренеров, а также отметил слаженную работу Республиканской Федерации спортивной борьбы. Успешное выступление команды на Первенстве России было отмечено денежным поощрением, учрежденным меценатами Амаром Муртузалиевым и Шамилем Амаровым. Кому-то там функционально не хватает, кто-то там где-то не дорабатывает. Есть над чем работать, стремиться. Я думаю, что ваши тренера будут с вами продолжать работать. Дальнейших успехов вам желаю. Надеюсь, скоро в взрослой команде увидимся. Многие не верили, что можно чемпионам, призорам стать. Те, которые думали, что я уже чемпион, повесил себе медали, остались без медали. Спорт – это такая лотерея, что кто больше работает, кто больше трудится, кто больше добивается, хочет добиться чего-то, он и добивается. Бывают какие-то круизные моменты, но спорт – это жизнь. Поэтому, ребята, вам дальнейших успехов. 11 наград. Разные пробы завоевали дагестанские тайбоксеры на чемпионате России в Улан-Удэ. В пятый раз звание лучшего в стране подтвердил Гаджи Меджидов. Спортсмен из Кизляра выиграл золото в новом для себя весе – до 91 килограмма. В финале он нокаутировал местного спортсмена Олега Гукасяна. Помимо Меджидова, на верхнюю ступень пьедестала поднимались еще четверо спортсменов – Имам Гаджиев, Фасадулла, Иман Газалиев, Али Алиев и Яхья Ибрагимов. Кроме этого, в активе воспитанников спортшкол Дагестана еще три серебряные и три бронзовые медали. Всего медали в столице Бурятии оспаривали около 200 спортсменов из 24 регионов страны. В общем, в зачете республиканская сборная заняла второе место. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!